Всем привет! Меня зовут Карина. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет видео по запросу от моей подписчицы Татьяны Шибановой. Таня, привет тебе огромный! И спасибо большое за запрос на тематику такого видео. Сегодня будет тег, который называется «Какой ты блогер?». Я думаю, что именно он поможет вам побольше узнать обо мне, о моих чертах характера, обо мне как о человеке. Итак, приступим. Первый вопрос. Изменилась ли твоя жизнь после того, как ты стала блогером? И как? Конечно, изменилась. Во-первых, я стала раскрепощеннее. Снимая видео даже на камеру, понимаешь, что по ту сторону потом тебя будут смотреть, пусть немного, но все-таки люди. И осознавать заранее, что ты говоришь на камеру и тебя смотрят, все равно это трудно. Поэтому я стала более раскрепощеннее. Во-вторых, я поняла какие-то тонкости в макияже, в маникюре, в уходе за собой, чего раньше, возможно, я никоим образом не знала, не предполагала, да и не умела. В-третьих, конечно, я обрела много новых знакомых. И не только знакомых, но, я считаю, даже виртуальных друзей. За что Ютубу большое спасибо. За что спасибо мне, что я стала блогером. И очередной этап в моей жизни начался именно вот так. Ну, и еще, наверное, кучу причин можно назвать, что принесла мне блогерская жизнь. Поэтому не буду подробно об этом останавливаться. Знаю точно, что я изменилась. Изменилась в лучшую сторону. Второй вопрос. Помнишь ли ты свое первое видео и о чем оно? Конечно, помню. Забыть такое! Девочки, всем привет-привет! Это мое первое дебютное видео. Нахожусь на даче. Решила в такой сезон сделать его именно здесь. Я снимала это видео на даче, когда я только приобрела видеокамеру. И когда у меня внутри была мысль, ну, почему Лена Тур снимает видео? Они у нее такие лаконичные, такие домашние, такие простые. И люди ее смотрят, и люди ее любят. И у нее столько подписчиков. Вот почему я не могу так? Я приобрела себе видеокамеру. Было лето, и я на даче, на фоне цветов, золотой шар встала. Объявила зрителям Ютуба. Привет-привет! Я только начинаю снимать. Это мое первое видео. И мне хочется вот тоже что-то поведать миру. И знаете, это видео принесло плоды. Теперь у меня уже перевалило за 2000 подписчиков. Третий вопрос. Можете ли вы воспринимать критику? И как вы на нее реагируете? И вот как раз вот этот третий вопрос вытекает из второго вопроса. Мое первое видео. Как раз к моему первому видео написали уже такие нелестные комментарии. Ой, да зачем ты вообще камеру купила? Ой, да ничего у тебя не получится. Да вообще ты ничего не можешь. Вот тогда мне было немножко не по себе. Вот это была моя первая критика на Ютуб. И я поняла, ой, я говорю, гадости полились, ой, как неприятно, ой, все, я уже сижу вся в расстройстве. И тут на меня начали подписываться. Хорошо, что я не восприняла эту критику. Хорошо, что я не остановилась. Потому что то, что я имею на сегодняшний день, ничего бы этого не было. И я поняла, что те люди, которые пишут критику, одевая вот такой черный мешок на голову, потому что к ним заходишь на страничку и видишь, что там ничего нет. Не их фотографии, не галочки на тех видео, которые им, предположим, понравились, не блогеров, на которых бы они подписались. То есть чистой воды тролли. Зачем я буду воспринимать критику пустоты? Это пустое место. А вот воспринимать критику от людей, которых я знаю, знаю хорошо, доверяю им, уважаю их и осознаю, что, например, у них хороший вкус, у них хорошие манеры, они добились какого-то авторитета в этой жизни. Воспринимать от них критику – одно удовольствие. Во-первых, они эту критику преподадут тебе так, что ты не обидишься. А во-вторых, обижаться на то, что действительно ты делаешь что-то неправильно, это не есть хорошо. Ну что обижаться на то, если мне говорят, что не надо накладывать громко музыку на видео, потому что не слышно меня. Это не критика, это действенное замечание, которое просто помогает мне улучшить мое качество видео. Я могу сказать за такую критику только спасибо. Четвертый вопрос. Для вас важно количество подписчиков? Сказать, что для меня не важно количество подписчиков, главное, что я на ютубе, это было бы неправда. Конечно, мне хочется, чтобы у меня как можно больше было подписчиков, как можно больше было зрителей. Мне хочется завоевать какой-то определенный круг людей. Но с другой стороны, когда я начинаю смотреть именитых таких матерых блогеров, у которых сотни тысяч подписчиков, я иногда думаю, а вот много ли людей вот из этой сотни тысяч именно постоянные у них зрители, которые постоянно их смотрят, комментируют, которые ждут их видео. Я вот как-то уже сомневаюсь над этим вопросом. И, как говорит мой муж, да и я сама начинаю себя уверять в том, не важно, сколько ты наберешь, важно, сколько людей вот из этих набранных будут с тобой постоянно. Если они с тобой постоянно, значит, ты действительно чего-то стоишь, и ты для них важна. Вот, наверное, вот это и будет самым главным. Пятый вопрос. Для вас ютуб – это заработок или хобби? Хобби. В большей мере хобби – это мои отдушины, это мое времяпрепровождение, это то, чему я посвящаю себя в свободное время. Но я участвую в конкурсах, и зачастую удачно, и мне присылают посылки мои подписчицы. Разве это не заработок? Знаете, даже если кто-то мне пришлет флакончик тоника для лица, я понимаю для себя, я не выложила из своего кошелька денег и не пошла в магазин покупать этот тоник. Конечно, заработок. Смотря вот с какой точки зрения рассматривать. Шестой вопрос. Вы сами устанавливаете контакт с другими блогерами? Или ждете, когда с вами начнут общаться? И так, и так бывает. Я не чураюсь написать кому-то, и даже если этот человек не ведет свой канал, а просто мой подписчик, я не считаю зазорным поблагодарить, что он на меня подписался, поблагодарить, что он смотрит мои видео. И бывает даже зачастую, что многие девочки не имеют своей страницы в Ютубе, не имеют своего канала в Ютубе. Они просто меня смотрят и потом просятся в друзья ВКонтакте или в одноклассниках с пометкой «Я смотрю вас на Ютубе, вы мне очень нравитесь». Они становятся моими друзьями и там уже на тех социальных страничках они мне пишут милые вещи, они мне задают вопросы. Где-то я даже для них становлюсь чем-то значимым, даю им какие-то советы. Поэтому мне очень приятно, что и мне пишут, и я не чураюсь того, чтобы написать кому-то сама. Седьмой вопрос. Есть ли у вас друзья среди блогеров и среди подписчиков? Конечно. Конечно, вот как я уже и сказала, у меня есть друзья и среди подписчиков, которые зачастую вот на социальных страничках ко мне добавляются в друзья. И среди блогеров у меня очень много друзей. Представить такую ситуацию, что блогер не имеет среди подписчиков ни среди блогеров, а остальных друзей, он просто тупо выкладывает видео и не отвечает на комментарии, никого не добавляет в друзья. Я начинаю думать, правильный ли это блогер. Просто выкладывает информацию и никакой обратной связи не существует. Но я считаю, что блогер обязательно должен иметь обратную связь со своим зрителем, потому как блогерский канал, он подпитывается подписчиками, подпитывается зрителями. И если не будет этой обратной связи и подпитки, то канал просто-напросто умрет. Он не будет существовать. Восьмой вопрос. На чем ездит блогер? Имеют в виду меня. Я езжу летом на велосипеде. В остальное время года я хожу пешком. Но скажу честно, что у меня есть права, но у меня какой-то панический страх перед тем, как сесть за руль, ехать по дороге. Я один из тех людей, который считает, если не ты, то тебя. Потому что многие покупают права, многие не умеют водить, многие просто лихачат на дороге из-за того, что у них такой взрывной характер. И вот этого всего я боюсь, что я не смогу сориентироваться в ситуации, что я не смогу как-то вывернуться из этого всего. Мне страшно, поэтому я хожу пешком. Девятый вопрос. Чем вы увлекаетесь помимо блогерства? Одно время увлекалась вышивкой-крестиком, но, видимо, как-то все равно должен быть душевный настрой на это увлечение. И пока я это отложила в долгий ящик. Не знаю, пока наступит ли тот момент, когда я опять к этому вернусь. Пока не лежит душа, не знаю почему. А если душа не лежит, то этим и не надо заниматься. Все равно получится плохо. Поэтому помимо блогерства я увлечена своим домом и своим хозяйством, думаю, что относительно каждой домохозяйки можно сказать такую вещь, что она увлечена своим домом. Десятый вопрос. Всегда ли ты выглядишь презентабельно в своих видео? Ну, я стараюсь уважать своих подписчиков, своих зрителей, знаете, не выходить в какой-то кофте заляпанной или в чем-то порванном, неаккуратном. Другое дело, что если от блогера ждут, например, мейкапы на лице, укладки на голове, красивого платья, я не всегда это делаю. Да, говорю сразу. Потому как я живой человек и если мои подписчики, мои зрители воспринимают меня таковую, значит, я им буду интересно таковой. И без косметики, и без нарядных каких-то аксессуаров я могу даже приспокойно снимать видео и в пижаме, если эта пижама аккуратная и, знаете, расчесанная, а не какая-нибудь там нечесанная, заспанная и при этом вмятая пижаме. Поэтому я стараюсь уважать своих подписчиков и выглядеть презентабельно в плане аккуратности. И вторая часть к десятому вопросу. Вы боитесь творческого кризиса и как вы думаете с ним справляться, если таковой настанет? Да, боюсь, конечно, боюсь. Если наступит у меня творческий кризис, значит, я неинтересна, мой канал неинтересен, я не состоялась как блогер, а вот то, как я буду бороться с этим, ну, если таковой наступит, тогда я буду думать. А то я сейчас придумаю кучу идей, как с этим бороться, а этого кризиса не наступит, вот когда впаду в какую-нибудь депрессуху, блин, скажу, у меня столько идей, где мой кризис. Одиннадцатый вопрос. Ваша любимая одежда сейчас? Джинсы, что-то удобное, какие-то джемперы. Я понимаю, на сегодняшний день я не бухгалтер, поэтому можно отложить в сторону строгие наряды, классические пиджаки и одевать что-то удобное, удобное для себя. Двенадцатый вопрос. Ваша задача, как блогера, в чем вы ее видите? Быть востребованной. Быть востребованной и нужной для зрителя. Вас Ютуб встретил с распростертыми объятелями или вам пришлось пробиваться через тернии? Ну, прям с распростертыми. В то время, когда я зарегистрировалась, в то время, когда я выложила свое первое видео, я поняла, что вокруг столько блогеров и многие уже с таким количеством подписчиков. и я понимала, что, поскольку я сама зритель, я понимаю, что я, например, как зритель не могу подписаться на кучу каналов и просматривать их все, поэтому я делаю для себя какой-то отбор. Значит, другие зрители в большинстве своем придерживаются такой же позиции. Поэтому те зрители, которые уже набрали себе вот этот кружок блогеров, которых они смотрят, которых они любят, вряд ли будут что-то менять в своей жизни, у них просто не хватит времени просматривать всех. Поэтому надо оказаться какой-то лучший из лучших, чтобы еще и тебя включили в этот список. А когда вокруг столько блогеров, и все они со своей харизмой, все они с какими-то своими идеями, все со своим потенциалом творческим, и понять, что ты должна пробиться среди них, а еще потом заполучить сердце подписчика, это, конечно, да, это тяжело. Поэтому для меня первые мои 100 подписчиков это был праздник. И я даже им на Ютубе посвящала поздравления, что у меня вот такой результат. Я добилась этого. Поэтому спасибо огромное всем тем подписчикам, которые подписаны на меня, которые меня смотрят. Да, через эти тернии именно вы помогли мне пробиться. Ну вот, если 13 вопросов чертова дюжина, я думаю, что этими вопросами я дала больше информации о себе. Может быть, для кого-то я стала еще интереснее. Может быть, с этим видео те зрители, которые смотрят меня именно сейчас, я обрету новых подписчиков и не разочарую своих старых. Спасибо, что смотрели. Оставляйте ваши комментарии, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там вы можете оставлять запросы на те видео, которые хотели бы видеть на моем канале. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.